Паттайя – город на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 100 километрах к юго-востоку от Бангкока. Это место с красивыми храмами, потрясающими пляжами и множеством развлечений, что делает его отличным местом для посещения. Еще в 1960-х годах это была заброшенная рыбацкая деревня. В этом городе есть все. Любите ли вы шоппинг, культуру, историю, развлечения, рестораны или бары, каждый найдет что-то для себя. Топ-10 мест, которые стоит посетить в Паттайе, 2024. Номер 10 – Каачичан. Каачичан, или гора Буды на Джамтьене, самая большая гравюра Буды в мире. Тисненное золотом изображение было вырезано на склоне известняковой горы с помощью лазера. Его высота составляет 130 метров, а ширина – 70 метров. Одинокий известняковый холм когда-то использовался для снабжения местной строительной промышленности материалами. В 1996 году вознаменование золотого юбилея Его Величества короля Таиланда. Массивное изображение было высечено в скале, а затем по рекомендации тогдашнего Верховного Патриарха отмечено золотом. Район, в котором он расположен, широко известный как Сильверлейк, отличается удивительной природной красотой и имеет еще несколько близлежащих достопримечательностей. На территории перед горой Буды находится храм, где часто можно увидеть монахов в шафрановых одеждах, поэтому рекомендуется соответствующая одежда. Номер 9. Art in Paradise. Art in Paradise – это интерактивный музей 3D-искусства в Паттайе, который принимает традиционные представления о том, какой должна быть художественная галерея, и полностью их игнорирует. Вместо этого искусство оживает, и посетители могут стать его частью, используя оптические иллюзии и играя с перспективой. Встаньте в правильное положение и сделайте снимок под правильным углом. Все для вас четко обозначено, и создается впечатление, будто вы летите на ковре-самолете над пустыней. Пересекаете шаткий мост в джунглях, плаваете с дельфинами в океан или последние штрихи к знаменитым шедеврам. Номер 8. Коралловый остров Паттайе предлагает Синее море и длинный участок нетронутого пляжа, лишенный высотных зданий и вдали от когтей цивилизации. Известный как Калан или остров Ларн, он является центром серии таких же идиллических маленьких островов, известных как Ближние острова, находящийся недалеко от Паттайи. Это единственный район со значительным развитием, включающим дороги, рестораны и магазины. Этот маленький кусочек рая, за пределами городского шума и суеты, расположен в 7,5 километра к западу от пляжа Паттайи. Это уже давно альтернативное убежище для тех, кто устал от чрезмерно застроенных и переполненных пляжей Паттайи. Поскольку остров находится не так далеко, посетители могут легко отправиться туда утром, остаться на пару часов, а ближе к вечеру вернуться на пляж Паттайи. Вы можете сесть на паром до Калана или на скоростном катере до любого из островов вокруг него от пирса Бали-Хай, Паттайя. Номер 7. Смотровая площадка Паттайи, также известная как смотровая площадка Као-Паттайя на холме Протумнак, является лучшей смотровой площадкой в регионе. Это место, которое стоит посетить днем или ночью, чтобы сделать классический снимок широкой бухты Паттайи в форме полумесяца. Однако будьте осторожны, это совсем не совет инсайдера, поэтому будьте готовы поделиться своим мнением с почти непрерывным потоком пакетных туров и местными торговцами, которые следуют за ними. Рекламируй дешевые сувениры и дорогие закуски. Номер 6. Аквапарки Паттайи. Одно из лучших развлечений в Паттайи для семей. Паттайя является домом для множества выдающихся аквапарков, в том числе крупнейшего во всем Таиланде, с десятками город и аттракционов между ними. Самые большие и лучшие, в том числе и аквапарк Рамаяна и Коламбия Пикчерс Акваверса, бывший аквапарк Катун Нетворк Амазоны, расположены всего в 20 минутах езды от Паттайи. В каждом парке есть рестораны и ряд полезных удобств для семей. Номер 5. Храм Большого Будды. Так называемый храм Большого Будды в Паттайи, безусловно, заслуживает своего названия, поскольку он является самым большим в регионе и имеет высоту 18 метров. Расположенная на высоте почти 100 метров над уровнем моря, статуя наблюдает за пляжами Паттайи и Джамтена со своего места на холме, разделяющем оба пляжа. Храмовый комплекс, известный на местном уровне, как Ват-Пхра-Кхао-Яй, вокруг детализированного золотого сидящего Будды, вызывает у многочисленных посетителей задумчивое настроение благодаря многочисленным колоколам, горящим благовониям, многочисленным статуям меньшего размера и впечатляющим видам на окрестности. Это не просто туристическая достопримечательность, это действующий храм, куда часто приходят местные жители, чтобы помолиться. Номер 4. Плавучий рынок Паттайи, также известный под своим настоящим названием «Плавучий рынок четырех регионов», одно из лучших развлечений в Паттайе. Подразделы этого комплекса, площадью 10 гектаров, представляют собой четыре основных района Таиланда – север, северо-восток, центр и юг. Это представление представлено в виде магазинов и киосков, торгующих сувенирами, фруктами, едой, произведениями искусства, изделиями ручной работы, открытками и одеждой, а также регулярными культурными шоу и демонстрациями. Некоторые из 114 продавцов действительно плавают, продавая свои товары с традиционных лодок и каноэ. Остальные построены в виде прочной деревни на сваях, соединяющей их крытыми переходами и прочными мостами. Номер 3. Тропический сад Нонг-Нуч-Паттайя представляет собой более 200 гектаров ландшафтных пространств, наполненных тропическими цветами. Здесь одни из самых замечательных цветов, витрин и ландшафтных садов в Таиланде, если не в мире. Команда создателей садов неоднократно получала международные награды за свои проекты, в том числе сады во французском стиле 17 века, воссоздание Стоунхенджа, креативной топиарной композиции и сады. Созданы исключительно из кактусов, бонсай и тропических пальм. Это также дом для более чем 670 местных и гибридных видов орхидей. Во время посещения садов вы можете увидеть регулярные представления классических тайских танцев, бокса и игры на барабанах. Номер 2. Шоу Тиффани в Паттайе. Это шоу Кабаре, которая проходит в Большом театре в Северной Паттайе. В театре есть огромный вестибюль, отделанный искусственным мрамором, который выглядит почти так же эффектно, как и великолепные костюмы. Артисты появляются во всем, от длинных широких бальных платьев и перьевых шлейфов до изысканных головных уборов и купальных костюмов в горошек. Начинается захватывающее часовое буйство звука, цвета и света. Шоу, охватывающее все полушарие посредством песен, танцев или сценок. Сцены включают в себя болливудский музыкальный взгляд на индийское владычество, традиционный корейский танец вейерами, дань уважения имперскому прошлому и прогрессу Китая, историю Сиама, рассказанную через изящный тайский танец, мелодии бродвейских шоу и фарс-бурлеск. Номер один Вокинг-стрит Вокинг-стрит в Паттайе предлагает достопримечательности и звуки, совсем не похожи ни на что другое в Таиланде. В то время как прогулочная улица в большинстве других городов и поселков Таиланда обычно означает обычный уличный рынок, здесь это определенно не тот случай. Действительно, в стране почти нет ничего, что могло бы сравниться с 500-метровыми развлечениями, которые можно найти в конце Бич-роуд в Паттайе. Получив свое название из-за того, что после 18 часов ровно движение транспортных средств закрыто, почти каждое здание по обе стороны дороги, а также многие в переулках вокруг нее. Представляет собой ночной клуб, бар или ресторан, поскольку в светлое время суток дорога почти полностью пустынна, так как практически все закрыто. Однако ночью дорога оживает благодаря неоновым огням, громкой музыке разных жанров, уличным представлениям и тусовщикам со всего мира. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.